Создавая рекламные листовки или логотипы, дизайнеры часто используют готовые изображения. Однако некоторые элементы легче создать вручную, чем тратить время на поиск по клепарту, а затем подгонять найденную картинку под стиль проекта. Один из таких элементов – марка. Ее изображение можно с успехом использовать в проектах самой разной направленности. В этом уроке будет показано, как создать марку и почтовый штемпель. Создадим новый файл с разрешением 800х600. Создадим новый слой и зальем его белым цветом. Выберем инструмент Brush и откроем палитру кисти. Снимем флажки напротив разных групп параметров кисти. Для параметра жесткость установим максимальное значение, а также выберем значение 28 для диаметра и 95 для параметра Spacing. Активируем инструмент Rectangle и включим режим Path, чтобы фигура создавалась в виде контура на текущем слое. Нарисуем прямоугольную область, которая по площади равна площади марки. Выберем команду Stroke Path в контекстном меню. Она дает возможность очертить контур, используя разные инструменты. Выберем в списке инструментов кисть. Активируем инструмент Magic Wand и выделим область внутри прямоугольника. Инвертируем выделение и удалим все, что в него попало. Созданная в результате этих действий марка не видна, поскольку она того же цвета, что и фон. Добавим эффект слоя Drop Shadow и подберем его параметры. Контур марки стал виден. Создадим текстуру марки. Для этого применим к текущему слою фильтр Add Noise. Проверим, чтобы флажок Monochromatic был установлен и подберем небольшое значение шума. Осталось раскрасить марку. Используя сочетание клавиш Ctrl-U, вызовем окно Hue Saturation, установим флажок Colorize и подберем цвет марки. Любая марка имеет рисунок, поэтому поместим какое-нибудь изображение в ее центр. Откроем графический файл. Используя сочетание клавиш Ctrl-A, выделим его полностью. Вырежем изображение, закроем файл не сохраняя изменений и вставим его в документ с маркой. Уменьшим размер изображения, чтобы оно помещалось внутри марки. Для этого нажмем Ctrl-T, щелкнем по кнопке Maintain Aspect Ratio и изменим размер картинки. Активируем инструмент выделения. Для параметра Feather установим значение 4 и выделим область чуть меньше, чем изображение внутри марки. Инвертируем выделение и удалим выделенную область. Благодаря этому изображение на марке получило мягкие края. Перейдем на средний слой, выберем инструмент выделения и для параметра Feather установим значение 0. Нарисуем прямоугольную рамку в середине марки. Выберем команду Stroke в контекстном меню. Изменим ширину обводки. Поскольку на марке всегда присутствует номинал, выберем подходящий шрифт и добавим на марку надпись. Создадим новый слой и с помощью инструмента Pen нарисуем следы почтового штемпеля. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, поправим положение ключевых точек кривой и придадим ей желаемую форму. Активируем инструмент Brush с диаметром кисти 3. Снова выберем инструмент Pen и при помощи контекстного меню откроем окно Stroke Path. Проверим, чтобы в списке была выбрана кисть. Дважды нажмем клавишу Del, удалив тем самым исходную кривую. Используя сочетание клавиш Ctrl J, создадим два новых слоя и расположим кривые друг под другом. Выделим три слоя со штемпелем на палитре и объединим их. Перетащим штемпель так, чтобы он немного заходил на марку. Пройдемся по его краям инструментом Eraser, чтобы сделать их немного потертыми. Добавим также круглый штемпель. Создадим новый слой, выберем инструмент Эллиптическое выделение и выделим окружность, соответствующую размеру штемпеля. Добавим обводку с шириной равной трем. Не снимая выделения, выберем команду Transform Selection и уменьшим размер области выделения на 15%. Снова добавим обводку. Напишем текст внутри штемпеля. Растрируем текстовый слой. Объединим текстовый слой и слой с изображением штемпеля. Используя сочетание клавиш Ctrl-T, изменим положение штемпеля. Чтобы рисунок имел неровности, применим к штемпелю фильтр Ocean Ripple. Немного смажем изображение, применив фильтр Blur. Изменим тип смешивания слоя со штемпелем на Darken и уменьшим значение параметра Opacity до 85. Теперь создадим текстуру фонового слоя. Выделим его на палитре Layers, вызовем окно Hue Saturation, установим флажок Colorize и подберем цвет фона. Применим фильтр Add Noise со значением 4. Сведем слои. Сведем слои. Продолжение следует...